Девочки, красавицы, все мои зрители, всем огромный большой привет! Сегодня небольшой выпуск Second Hand. Не только Second Hand, я забежала в дисконтный магазин. Я там, кстати, была впервые, примеряла обувь, примеряла платье. Пожалуйста, посмотрите, как это было, что я примеряла. И я вам покажу, что я купила для себя и для своей доченьки Людмилки. Мои хорошие, мои дорогие, приятного просмотра. Я с вами не прощаюсь, сейчас в конце этого видео покажу все-таки, что я себе приобрела. Я без одного зонтика, у меня все зонтики, без зонтика ветром сломала. Кулек на голову. Сейчас выйду, и нормально будет, потому что опять собирается кучка. Так, друзья, впервые побывала в этом магазине, дисконт-центр, там, значит, одежда и обувь. Значит, девочки, мне очень понравились магазины. В магазинах таких, вот там, где не дисконт, 500, 600, 800, 999, вот такие, как я меряю. И сегодня красная цена 229, 329, 326, 129. Вот я намерила макосины, друзья, но немного не повезло, понимаете, 37-й и 40-й размер, они еще и потянутся. А мне необходим 39-й. На ножке, вот розовый были на меня, но розовый мне не под что носить, это более, для девочек самое то. Ну, меня, конечно, выбор сегодня просто удивил. Мягкие, воздушные. Но за следующей неделю будет завоз, я обязательно зайду и куплю свой любимый, который мне подходит, 38-й размер. Девочки, это магазин, город Днепр, дисконт-центр. Так, девочки, в этом дисконт-центре такие размеры интересные. Вот меряю платье, четверочка. Естественно, вы знаете, что я очень люблю красный цвет, тем более длинная, с оборкой. Ну, уже, уже люблю. Хлопчатобумажная, с натуральной ткани. Стоит она 580 гривен. Я его, ребята, очень хотела купить. Девочка очень любезная такая попалась мне, продавец. Мы с ней даже сняли бюстгальтер, застегнули, все хорошо. Но я приняла решение, что все-таки на меня оно, ну, маловато. Видите, в груди маловато. Дышать могу, все хорошо. Ну, а кто будет меня застегивать? Будет проблема. В общем, мои дорогие девочки, в груди маловато. Но платье, кстати, его столько людей перемерило. Это мне девочка говорит. Только вам, на вас оно, говорит, сошлось. Ну, в груди маленькое. Также я померяла для путешествия красные шортики. Мне они очень понравились. Они на меня не маленькие. Специально взяла такой великоватый размер. И за руль, и в самолете, и в поезде. Вы на кофточку не обращайте внимания, потому что это так, чтобы не был голый верх. Вот такие вот красные шорты. Они мне очень понравились. 229 гривен они стоят. Также девчонки, которые там работают. Такие, вообще, ну, мне повезло на девочек сегодня. Принесли мне другое платье. Тоже такой, такой же фасон. Только белое, черный горошек. Вот. Здесь единственное, что... Просто нужен другой бюстгальтер. Не с пушапами. Ну, у меня, в принципе, пушапов нет. Ну, может, грудь выросла, я не знаю. Ну, так вроде бы, как все закрыто. Также забежала в свой любимый секонд-хенд в огромный магазин, на огромную площадь. Да, ну, там, друзья, надо целый день потратить, чтобы что-нибудь найти. Сегодня скидка минус 50%. Но обувь там, друзья, ну, она неоправданно дорогая. Вот какие-то галимые кеды, кроссовки 319 гривен. Мне не понравились. Ну, вот такие 466. Вот эти классные, натуральные. Сверху такой катон. 466 гривен, ну, маленький размер. А такие бы я носила бы с удовольствием. 249. Вот такие кеды на девочку. С сердечками, с бантиками. Вот. Я бы себе такие тоже взяла, но не ношу. Не ношу. Но девочек будет очень хорошо даже. Друзья, вот такого цвета. Быстро смотри, халатик. 120 гривен, по-моему, какая-то скидка есть. Сейчас я посмотрю. Я в секонд-хенде, атласный. И сейчас еще один покажу. 200 доця. Но этот лучшего качества, он как поновей. Вот, смотри, этот 200. Вот этот 200 синий. Вот этот вот 120. Это уже со скидками. Сиреневый, халатики. Но мне, честно говоря, вот этот больше нравится за 200. Говори, давай. Ждем, пока ливанит. В общем, я взяла Людочки халатик красивый. Взяла платьишко. Не знаю, посмотрели или посмотрите. Оно будет видно. Хочу очень сильно петь и хочу сильно есть. Хотела кушать, зайти шашлычка со стороны Шершова. Там неплохой вкусный шашлычок. О, какие дедки стоят за шаурмой. И все хотят есть. Прямо все, все хотят есть. Вот столько людей. Удивительно, что без зонтика. В общем, я осталась без зонтика. У меня три было зонтика. Все. Ветром поворачивала. Я пошла, посмотрела. Только что там в магазин. Дисконт зашла. Значит, самый такой дешевый зонтик. Около 60 гривен. Но херня это просто не годится. Так я что подумала. Пока буду без зонтика. Буду ходить с поломанным. Не, ну, ребята, я покупала для три зонтика. И по 300, и по 500 гривен. Все спицы повыворачивала. Я, наверное, их соберу. И просто сдав ремонт. Я знаю, где ремонтируют зонтики, музыка. И перец на гриле. Скумрия на гриле. И кусочек наса, шашлычка. Острый соус, лавашик. И моя любимая меринда. И приятного мне аппетита. Вечер. Я сегодня ничего не ела. Правда, такая голодная. Смачного, да? Девочки, в этой рубашке сегодня, гоните. Я ж юбку подела. Вообще, на юбку очень удобно. И погода то жарко, то холодно. Так что, все хорошо. Скумрия на гриле. Надо дома тоже сделать. В общем, я кушала. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Вот, если шокина пообедать, это святошь. С этой голодной макой. Ну все, я купила себе платье. И мне теперь необходимо срочно ехать отдыхать. Я покажу его на себе. Прям в домашней обстановке. Или куда-то, если пойду, в следующем видео. Потому что у меня сейчас еще много дел. Я видео смонтирую. И обязательно вам покажу. Значит, по поводу декольте. Там все нормально. Там просто нужен другой бюстгальтер. Может быть, чуть-чуть. Не с пушапами. Ну и у меня есть такие. Есть такие. Так, что еще там? А, по поводу обуви. Не повезло. 40. Растянуться будут еще большие. 39 нет. 38 нет. 37. 37. 40. Все. А, мужичье. Господи. Нельзя пройти. Поступил заказ. Купить ей халатик. Легенький. Домашний. Кричала, топала ногами, что нечего ей надеть. В общем, я купила индийский ей такой домашний атласный халатик за 200 гривен с поясочком. Вот мой выбор остановился на этом халатике. Не знаю. Вы мне пишите, что это отстой, там атлас, там еще какие-то вещи. Ну, я же покупаю себе и ношу то, что нам нравится. Очень приятный. Очень приятный. На ощупь. В общем, Людмилка будет довольна. Будет довольна. Вот так вот. О, как раз камера передает все цвета. Вот. Такой рукав. Надеюсь, в скором времени вы увидите этот халатик на моей доченьке. Чина Индия. Ну и конечно же, я остановила свой взгляд на этом горохе. Я его примерила. Мне очень понравилось. Сидит на мне как на влитой, не маленький, в груди не жмет, грудь не вызывающая. Строгательные крылышки. Строгательные крылышки. Мой любимый горох. Очень тоже нежный материал. Я бы вам даже сказала, вы знаете, он такой, он не тяжелый, он легкий, легкий, легкий. Вот. Девочки, честно, я не разбираюсь. Я не разбираюсь. Как, ну, понимаете, что-то, что-то натуральное. Что-то натуральное с искусственным, естественно. Такая вот оборочка здесь. Мне очень понравилось. Надеюсь, тоже видео. Следующим вы меня в нем увидите. Просто я сейчас очень уставшая. Просто я сейчас очень уставшая. В доме не только был секонд-хенд, и еще были дела. Я забежала по пути, по пути купила. Ну, как же ж. Это все было спонтанно. Это было не запланировано. Был запланированный халатик. Потому что доченька мне, мама, мама, фух, хожу, говорит, в трусах и в майке дома. Захотела, надо это получить. Тем более такая цена, хорошее качество, новенький. Ну, вот такой вот типа был секонд-хенд у меня, дисконт. Мои дорогие друзья, всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Женечка, привет. Женя тоже. Он не секонд-хенд, он просто идет. Куда ты идешь, Женя? Куда ты идешь, Женя? Прохожу. Кто такой Женя? Прохожий. Вы мне все спрашиваете, кто такой Женя? Проходит. Проходит. Вот так вот и видите, прошел, зашел. Доброе утро, здравствуйте. Ну, это все шутка, это так, отруднение от темы. Так что, мои хорошие, пожалуйста, кто подписался, огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои плейлисты о секонд-хенде. Кому нравится, ставьте лайки. Кому не нравятся мои наряды, тоже ставьте. Оставляйте свое мнение. В пределах разумного. Всем любви, всем добра, всем бабла. Все, пока. Кто там, Женя? Говори. Говори. Элла, ты уехал работать. Вечером. Все, понятно. Девочки, напоследок. Я только что посмотрела на этот халатик. Мне просто, правда, нет сил его надевать. Но я его обязательно надену. Украина. Представляете, Украина. Аря. Аря. Арядно. А почему я смотрела? Мне было просто интересно сказать вам, с чего оно сделано. Мне нравится, что оно не светится. Помните, у меня был красный такой, белый горох? Ну, второй вариант. Ну, как бы без гороха, да? Ой, так бы и лягла, так бы и спала, и спала. Я так рано встаю. Меня там просили духи прорекламировать. Друзья. Чего, брат, рекламирует то, чего ты не умеешь? Ни черта ты в нем не понимаешь. Обманывать людей? Нет. Нет. Нихера не понимаю. Ой. Ой. Ой, боже мой. Не хочется с вами расставаться. Сплю. Все. Мои хорошие. Мои вы дорогие. Жду от вас комментариев. Пока. Ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Продолжение следует...